Всем доброе утро! Вы на телеканале ОНТ. Сегодня четверг, 1 февраля. Заключительный месяц этой зимы обещает быть очень насыщенным на важные события. И ближайшее из нашего корпоративного календаря. В субботу программе «Наше утро» исполняется 20 лет. Мы готовим праздничный эфир. Завтра будет отмечать это событие наш телеканал «Ярко и с музыкой». Не пропустите. Февраль приближает нас к еще одному важному событию. 25 числа – финал большой электоральной кампании, которая сейчас в разгаре. О важности правильного выбора сегодня тоже мы не забудем. А еще позади два зимних месяца. Сегодня международный день десерта. С этого дня вырастут пенсии, пособия и еще немало поводов для обсуждения и отличного настроения. Ну вот обо всем об этом и не только в начале лучшего дня. С вами Александр Серебренников, Катерина Лисеевич. Настраивайтесь на энергичное утро. Доброе утро! Для Овна в день будет полон приятных сюрпризов. По-настоящему незабываемым его сделают гости, которые поделятся позитивом и улучшат ваше настроение. Тельцам лучше не посещать совещание. Будьте готовы к тому, что ваши планы то и дело будут подвергаться корректировкам. Постарайтесь контролировать свои эмоции. Звезды советуют близнецам определить для себя несколько правил, которые помогут в организации работы. Сегодня вам важно быть в гармонии со своим внутренним «я». Раки, попробуйте искать новые подходы к самым обычным делам. К тому же у вас отличный день для того, чтобы заняться совершенствованием профессиональных навыков. Львы, если вы проявите упорство в достижении того, чего действительно хотите, то результаты не заставят себя долго ждать и в скором времени порадуют своими масштабами. Сегодня девам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов. Не отказывайтесь от логических рассуждений при выполнении сложных расчетов. Весы, воздержитесь от громких обещаний и построения планов на будущее. Лучше сосредоточьте свое внимание на работе, которая потребует от вас профессиональных навыков. Скорпионы, все, что происходило с вами ранее, отнюдь не случайно. Благодаря этому вы сможете сделать полезные выводы и попробовать повернуть жизнь совершенно в другое русло. Стрельцы, если ваши взгляды полностью расходятся с точкой зрения руководства, то высказывать свои мысли все-таки не стоит. Это может испортить отношения. Козероги, постарайтесь во всем соблюдать меру. Сегодня вы можете попасть под влияние своих иллюзий, долго строить воздушные замки и в итоге ничего не получить. Со стороны близких людей водолеи могут услышать много претензий в свой адрес. Звезды советуют вам не портить взаимоотношения с родными. Лучше проанализируйте свои поступки. У рыб отличный день для деловых встреч. Сегодня вам удастся выстроить диалог с партнерами не только конструктивно, но и рационально. Подготовьте для этого весомые аргументы. Мы продолжаем готовиться к своему юбилею, 20-летию программы. И по такому случаю вспомним и о других праздниках. Вот, например, совсем недавно прошел Международный день таможни. И мы решили узнать поближе, чем живут и как работают люди, которые отвечают за экономическую безопасность наших границ. Ответственность и профессионализм на высшем уровне. Ежегодно в конце января во всем мире отмечается Международный день таможенника. В зоне деятельности Минской региональной таможни – столица и область. Последнее десятилетие ведомство работает, по сути, в новой системе координат. В разы быстрее и эффективнее. Минская региональная таможня проводит контроль в отношении международных почтовых отправлений, которые доставляются с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. За этот период был проведен контроль в отношении более 1000 тонн посылок, которые доставлены на территорию. Данная работа направлена на выявление запрещенных и ограниченных товаров и соблюдение норм законодательства нашей страны. Вклад в развитие и процветание Беларуси Минская региональная таможня вносит действительно немалый. В составе таможенного комитета данное подразделение крупнейшее. Более 600 сотрудников и инспекторов обеспечивают работу таможенных постов в Национальном аэропорту Минск, Молодечнинском таможенном посту и на посту Минск Индустриальный с пунктами на Белазе и в Великом Камне. Таможня меня привлекала с детства. Впервые, когда я пересекала таможенную границу, когда направлялась для участия в международном обмене, обратила внимание на деятельность сотрудников таможенных органов. И тогда, еще будучи в 10-м классе, твердо для себя решила, что хочу связать свою жизнь с деятельностью таможенных органов. В Минской региональной таможне я уже работаю 4 года. И за 4 года было множество ситуаций. Были определенные взлеты, были какие-то волнения, были стрессовые ситуации. Желание дальше расти по карьерной лестнице, оно, естественно, присутствует. И все, что от меня зависит, это ответственность, целеустремленность, это трудолюбие. Естественно, оно все силы будет прилагаться. Делаю все возможное для того, чтобы принести пользу для своей страны, для своей организации, для Минской региональной таможни. История Минской таможни неразрывно связана с историей страны. Она решает важнейшую задачу по обеспечению экономической безопасности государства. Роль таможенных органов в деле защиты внутреннего рынка, развития экспортного и транзитного потенциала страны будет только возрастать. И от каждого сотрудника зависит недопущение на нашу территорию контрабандной и контрафактной продукции. Февраль в Беларуси называют лютым, но, похоже, лютовать зима пока не планируют. Дождь и мокрый снег уже стали привычным явлением этой зимой. Подробнее о погоде на ближайшие дни прямо сейчас. Дмитрий, доброе утро. Добрейшее утро, уважаемые друзья. Ну что, февраль стартанет в этом году с аномальной теплой погодой. Средняя температура прогнозируется до 4-6 градусов выше нормы, что характерно для середины марта месяца. Но, однако, это потепление будет сопровождаться дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. И здесь уже не знаешь, где лучше, лист морозное с солнышком или уже такая весенняя теплая. Так, сегодня в нашей стране ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ожидается юго-западный и южный умеренный. Временами сильные порывистые порывы до 15-18 метров в секунду. Ну а температура воздуха в разгарня прогнозируется от нуля по востоку до плюс 5 градусов по западу нашей страны. А по юго-западу и вовсе уже снежный покров сошел. И эта тенденция будет дальше продолжаться. Но какая погода ждет нас до конца этой недели, расскажу прямо сейчас. Итак, в пятницу погодный условий будет определять активный атмосферный фронт, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. Временами будут проходить кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Под утро слабый туман и видимость до километра. Также слабый гололед и местами на дорогах будет скользко. Ветер ожидается юго-западной и южной порывистой, временами сильной порывистой. Температура воздуха в ночные и утренние часы минус 4, плюс 2 градуса. Днем ожидается от минус 1 по востоку до плюс 5 градусов по западу нашей страны. В субботу и воскресенье станет еще немного теплее. Атмосферными процессами будет управлять теплая воздушная масса, поступающая с западной Европы. Ожидается пасмурная погода. Почти повсеместно. Порядка временной осадки в основном в виде дождя. Под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер западный и юго-западный умеренный, временами порывистый. А температура воздуха в ночные и утренние часы минус 3, плюс 3 днем ожидается. От плюс 1 градуса по востоку до плюс 7, плюс 8 градусов по западу нашей страны. Такая же аномальная теплая погода сохранится и в начале следующей недели. Если говорить в целом, то февраль в этом году ожидается очень теплым. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Однако при этом он будет очень влажным. Количество осадков ожидается больше климатической нормы. Вот такая вот у нас весенняя погода. Да, неожиданная для февраля. Но надеюсь, что после весны придет лето не стоит. Мы знаем, что может и зима снова вернуться. В марте. В февраль, а особенно коварен март месяц, что бывает и заморозит, и согреет. А чем коварен март месяц? Восьмым марта. Это была шутка, друзья. С вами был Дмитрий Рябов. Самый точный прогноз погоды всегда в нашей программе. Мы продолжаем. Лига храбрых проходит в Минске. Так называется турнир по борьбе для детей и подростков. На соревнованиях представлены три вида борьбы. Вольная, греко-римская и женская. В составе каждой команды по 10 спортсменов. Это юноши и девушки в возрасте 13-15 лет. Все по олимпийской схеме и формате яркого шоу. А уже в это воскресенье финал Лиги храбрых. Это будет финал, а также борьба за третье место. Борьбу за третье место будет оспаривать команды Гомельской и Минских областей. А в финале встретится наша Могилевская область и город Москва. С прошлого года мы организовали региональные отборы, пройдя которые самые сильные попадают в команду определенного региона. И как раз таки мы увидим 4-го числа лучших. Желаем юным борцам успехов. А для тех, кто хочет поддержать и поболеть, записывайте. 4 февраля, проспект Победителей, 65. Как начнешь новый день, так ты его и закончишь, правильно? И вот та атмосфера, которая царит в нашем утре. Ну, еще название такое здоровское, да, наше утро. Потому что оно действительно наше. Наше утро, которое определяет наши планы на день, на настроение, на вечер, на отношения с друзьями, с близкими, с коллегами. И всегда, даже если, возможно, мы встаем не с той ноги, мы можем включить наше утро на ОНТ и просто поднять себе настроение. Залечь на дно. Иногда бывает боевой задачей, вот армейские водолазы оттачивают мастерство в озере Подмогилево. Да, интересные съемки у наших коллег из телекомпании ОНТВ, они как раз таки погрузились в эту тему. Первым делом – водоемы. Даже если за окном минус 10. Заранее подготовлены костюмы, ласты и баллоны с кислородом. Мгновения и один за одним в майны заходят профи. Те, кто привык чувствовать себя подо льдом, как рыба в воде. Есть нормативы по специальной подготовке, которые самые актуальные для водолазы. Это начиная от поиска, подготовки к подъему на поверхность взрывоопасных предметов или других объектов. Это обследование водной акватории, проведение инженерной разведки местности, ну и другие инженерно-технические работы. Сегодня бойцы используют все виды водолазных костюмов, стоящих на вооружении – сухие и мокрые. Первые хороши тем, что не пропускают влагу. Вторые – предпочтительные при необходимости работать на больших глубинах. Обычный костюм, аквалонговский, 7 мм. В нем, в основном, ходим зимой. Поверх одеваем жилетку, чтобы не так холодно было. Костюм специально для того, чтобы у вас не мог принять отрицательную плавучесть, чтобы не мог упуститься нежурной воды. Но чтобы придать отрицательную плавучесть, у вас одевают груза, баллоны. Сейчас мы выполняем, отрабатываем нормативы – остробка бочки, трубы, ходьба по азимуту. Одна из важных работ военных водолазов – разминирование акваторий. В год по несколько десятков опасных находок на подразделения. В 2023-м много потрудиться пришлось водолазному взводу противоминного центра вооруженных сил, специалисты которого очищали озеро в районе бывшего военного полигона. На полигоне «Третунь» там занимались подводным разминированием, сплошной очисткой. И из-под воды достали больше 150 взрывоопасных предметов. Стандартные боеприпасы, артиллерийские танковые боеприпасы. Обнаружить довольно-таки непросто. В основном обнаруживается это либо при помощи металлоискателя, либо на ощупь. Определяешь, что это, примерно, калибр, состояние, его категорию. Если это что-то подъемное, поднимается наверх. Если нельзя поднять, то уничтожается на месте. Ежегодно каждый специалист должен провести под водой минимум 60 часов. Учитывая количество задач, стоящих перед водолазами, цифра эта довольно условная. Эхо войны до сих пор заставляет работать в особом режиме. Да и обеспечение переправ, инженерные работы редко дают выдохнуть. Впрочем, за это пловцы и любят свою службу. Ведь вода для них, что для обычных людей, кислород. Александр Микучик, Дмитрий Бондарович, Станислав Кушнер. Телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Это «Наше утро». 1 февраля. Не верится, конечно, но до весны уже меньше месяца. Значит, скоро на тротуарах снова появятся велосипеды, самокаты. Учитывая, какая погода, то, может быть, уже совсем скоро. Так вот, для их любителей есть нововведения. О них расскажет заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингородсполкома Денис Ливанович. Здравия желаем. Доброе утро. В рамках реализации по согласованию с Минским городским советом депутатам в городе Минске продолжается реализация пилотного проекта по управлению коммерческой деятельностью при прокате средств персональной мобильности. Так, в текущем году новшествами будет начало и конец сезона по прокату таковых средств. Это с 15 марта по 15 ноября. Также будут введены ограничения в новой зоне по результатам рассмотрения жалоб граждан и общественного мнения. Такой зоной будет участок площади Якуба Колоса в границах проспекта Независимости, улицы Якуба Колоса и улицы Красной. Также планируется ограничение скоростных режимов при проезде на таковых средствах персональной мобильности через проезжую часть по регулируемым либо нерегулируемым пешеходным переходам. В перечень этих участков будут входить перекрестки и пешеходные переходы, в местах концентрации ДТП и в наиболее аварийно-опасных участках. Спасибо за разъяснение, товарищ майор. Всем безопасных поездок! Новые авиарейсы для любителей пляжного отдыха. 7 февраля Белавиа начнет летать в египетский Шарм-Ль-Шейх. Вот как раз-таки нужно планировать отпуск. Но есть новости для поклонников культурного времяпрепровождения. Чем будет удивлять столица на выходных, мы расскажем прямо сейчас. Александра Ашанова изучила афиши. Саша, доброе утро! Доброе утро! В Национальной библиотеке Беларуси открылась необычная выставка «Невидимые герои». Цель выставки – привлечь внимание к проблеме тяжело больных детей и деятельности хосписа, поддержать пациентов и их семьи, познакомить широкую общественность с проблемами таких семей через сильные и глубокие фотообразы. Выставка знакомит нас с теми мифологическими персонажами, которые с течением времени стали героями сказок. Когда-то это были божественные герои, к которым обращались за помощью, об милости которых просили. Сейчас же это такие сказочные герои, которых можно увидеть только на страницах книг. Точно так же, к сожалению, относятся и к подопечным хосписа, к людям с ограниченными возможностями. Они тоже являются невидимыми героями. В экспозиции портреты подопечных хосписа, которые предстают в образах белорусских мифических персонажей, героев белорусских сказок. 45 фотографий окошек в мир грез и надежды. Говорит Казимиру Малевичу, достаточно было час вести лекцию перед неподготовленной публикой, чтобы превратить слушателей и скептиков в поклонников нового искусства. Новое прочтение Малевича в Национальной библиотеке Беларуси. В экспозиции представлены работы витебских художников, приверженцев беспредметного искусства, вдохновленных творчеством и идеей концептуальной Казимира Малевича. Важно, что и тонкие прозрачные работы Татьяны Наговицыной, и текстильные композиции Виолеты Некрасовой, и совершенно концептуальные 3D-квадраты Елены Толобовой. Есть и куда сходить и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен до понедельника. Красивых вечеров и до встречи. Спасибо, Саша. Это была культурная столица. В Международный день десерта мы не могли обойти вниманием сладкую тему сейчас про настоящие произведения искусства, которым место скорее в музее, чем на столе. А все почему? Потому что в составе редкие элитные продукты, а еще и драгоценные камни, металлы, бриллианты, золото, платины. Если вы хотели знать, как можно за чаем просто проесть годовой бюджет, это небольшой страны, то смотрите наш следующий материал как раз. Тысяча долларов за порцию мороженого. Такой десерт подают в одном из американских ресторанов. Это 5 шариков ванильного мороженого, покрытых съедобной фольгой. Блюда украшают золотые листья на 23 карата. Красиво есть – не запретишь. Еще одно гастрономическое предложение, от цены которого пропадает аппетит – шоколадное пирожное с орехами брауни. Подается с пульверизатором, заправленным редким вином. Им нужно увлажнять десерт перед каждым укусом. Чизкейк стоимостью 14,5 тысяч долларов подают в одном из модных заведений на Шри-Ланке. Самый дорогой ингредиент этого лакомства – драгоценный камень – 80-каратный аквамарин, который расположен на шоколадных стружках. Несмотря на то, что камень можно оставить себе, желающих отведать чизкейк – единицы. Самый дорогой макарун в мире за более чем 7 тысяч долларов можно купить только набором и только в Париже или Токио. С виду это вполне обычные макароны. В наборе несколько вкусов разных цветов. Видимо, ценник взвинтили потому, что за создание набора отвечал легенда в мире кондитеров – Пьер Эрме. Приснившийся мангуст сулит встречу с творческим человеком. Купите билет в театр. Если вас не мангуст победил змею, значит, вы доведете начатое дело до конца. Сон, в котором вы поймали мангуста, предупреждает о необходимости быть настороже. Проверяйте всю информацию. В сновидении мангуст укусил вас за руку. Ждите убытков, но знайте, что ущерб можно постараться свести к минимуму. И не забывайте, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспать утро. Наше утро, 1 февраля и чуть более месяца остается до исторического события. Белорусская девушка полетит в космос. Подготовка, как мы знаем, идет сейчас полным ходом. Да, как и другая работа по освоению межпланетарного пространства. Тему создания космического аппарата, дистанционного зондирования обсуждали недавно на самом высоком уровне. И этот аппарат должен приносить максимальную экономическую отдачу. Максимальная эффективность и экономическая отдача – главные ориентиры при создании российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Ученые двух стран активно работают над разработкой лучшего в мире спутника. Ожидается, что к запуску он будет готов уже в 2028 году. Ну, сейчас как бы этап уже рабочего проектирования. Российская сторона создает платформу для этого спутника. Белорусская сторона – целевую аппаратуру, телескоп. Это наш пеллинг работает в этом направлении. То есть, ну, идет штатная работа. То есть, вот на первом этапе там конструкция, документация разрабатывается, закупается комплектация для вот этих компонентов. Ну, и дальше будет уже работа штатная там по созданию, по рабочему проектированию. Белорусско-российское сотрудничество в области космоса имеет давнюю историю и большое значение. Так у нас уже функционирует совместная группировка спутников. Только в Белоруссии обеспечены спутниковой информацией 11 министерств и ведомств. Сотрудничество Белоруссии и России в космической сфере динамично развивается в рамках союзных программ по космосу. В прошлом же году началась новая программа союзного государства. Это комплекс СГЭ. В рамках вот этой новой программы будет создано три космических аппарата, небольших, для мониторинга околоземного пространства, для мониторинга ионосферы. Два аппарата делает российская сторона, один аппарат делает белорусская сторона. Вот наше предприятие такой аппарат будет. Ну, дело сейчас уже проектируется, и к 26-му году эти космические аппараты должны быть сделаны. Их запуск станет отдельным проектом союзного государства. В следующем году специалисты уже приступят к его подготовке. Пока работы идут в штатном режиме. Успех космических программ союзного государства объясняется большим опытом совместной работы. И сейчас, когда наши страны, скажем так, уже имеют суверенитет, но научные связи, они по-прежнему сохранились, и они развиваются. И, слава богу, они поддерживаются нашими президентами, нашими правительствами. А поскольку это опирается на такой, знаете, и человеческий задел, есть преимущественность поколений, то есть люди, которые когда-то космосом жили и болели, они это передали своим детям. Думаю, вот это успех в мероприятии. Мы говорим на одном языке. В сфере авиастроения мы двигаемся тоже довольно быстро. В прошлом году наши страны подписали договор о создании 19-ти местного самолета. Первые российско-белорусские аппараты планируют выпустить уже к 2026 году. Ученые двух стран сейчас разрабатывают и создают этот самолет. Ведут опытно-конструкторские работы. Есть отличная новость. В Беларуси в прошлом году для многодетных семей построено около 8 тысяч квартир, сообщили в Минстрой архитектуре. Это на 19% выше годового задания. А вот как можно встать на очередь и обзавестись собственными квадратами, расскажет начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района Минска Наталья Дмитриева. Доброе утро. Постановка на учет нуждающегося в улучшении жилищных условий регулируется жилищным кодексом 36-й статью ЖК Республики Беларусь. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий признаются граждане Республики Беларусь и лица, приравненные к ним, имеющие больше 10 лет регистрации в городе Минске и имеющие менее 10 квадратных метров общей площади жилого помещения, зарегистрировано по месту принятия на учетную воздающуюся. При этом при раздельном проживании супругов или членов его семьи суммируется вся имеющаяся в собственности, либо в пользование площадь жилого помещения. Исключением из этого являются молодые семьи. Исключением из 10 лет у нас являются только молодые специалисты, специалисты, прибывшие на распределение в город Минск и получившие образование за счет средств бюджета. Для того, чтобы стоять на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждане обращаются в службу «Одно окно» по месту регистрации. Если у нас супруги зарегистрированы по разным адресам, то можно обратиться в один из районов города. На очереди стоять можно только по одному месту, в одном районе. Для этого нужно прийти в «Одно окно» и предоставить документы, паспорта, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, если есть. Ну, все остальное, все служба «Одно окно» запросит само в рамках административной процедуры. Спасибо большое. Да, спасибо за полезную информацию. Продолжаем наш эфир. Доброе утро. Сейчас в эфире советы от психолога и вопрос Аллы из Витебска, которая недавно сменила работу и на новой работе коллектив кардинально отличается от прошлого. В этой компании каждый сам за себя и чувствуется соперничество. Да, и вот наша телезрительница делится, что ей некомфортно, хотя сама работа ей и нравится, как пишет. Поэтому обратилась к психологу за советом, как влиться в коллектив и не бояться конкуренции. Павел, доброе утро. Вам слово. Доброе утро. Если каждый сам за себя, некуда вливаться. Вас наняли выполнять работу. Выполняйте эту работу. Если есть какая-то конкуренция, прекрасно. Делайте свою работу хорошо. Конкурируйте с собой. Смотрите, что вы делали вчера, позавчера и старайтесь сделать это лучше. Это позволит вам сфокусироваться на том, для чего вас и наняли. Вас наняли выполнять работу. Выполняйте работу. Чем больше вы будете отвлекаться за конкуренцию с другими людьми, чем больше вы будете бояться этой конкуренции, тем хуже вы будете работать и тем хуже в этой конкуренции вы будете. То есть парадоксально, для того, чтобы в этой конкуренции хотя бы не проиграть, нужно не участвовать в конкуренции, а заниматься своей работой. Вот куда нужно обратить все свое внимание. Логично. И не поспоришь, действительно. На работе надо работать. Вот и все. Ну что же, с нами на связи был психолог Павел Загмантович. Да, и прислать ему свой вопрос, можете и вы. Ждем ваших писем на электронную почту утрособака.онт.by Это наше утро, 1 февраля. Уже в преддверии дня рождения нашей программы мы проводим конкурс «Утро лучшего дня». Покажите, как вы смотрите нас в компании, с детьми или, например, за чай питьем. Есть, кстати, отличные кадры, уже полюбуйтесь. Да, неожиданные кадры, это приятно. Уже более 300 человек участвуют. Принимаем письма до 3-го числа включительно. Есть шанс запрыгнуть в последний вагон. Присылайте фото и видео на нашу почту утрособака.онт.by или в инстаграм наше утро, нижнее подчеркивание, онт. Ну или в однокласснике. Вот QR-код сейчас на вашем экране. Победители ждут достойные призы, мультиварка, гриль и многое другое. Доброе утро. Патриоты Беларуси совместно с Минской городской коллегией адвокатов провели бесплатную консультацию со специалистами в правовой сфере. И вот о том, в каком формате прошла встреча и об актуальных проектах, поговорим с нашей гостьей. У нас в студии официальный представитель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Ирина. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Ну, давайте поговорим об этом проекте «Право знать», так называется этот проект. И в рамках этого проекта как раз прошла встреча. Это была бесплатная консультация, организованная вами и адвокатами Минской городской коллегии адвокатов. В каком формате проходила эта встреча? Какие вопросы были? Да, вот буквально вчера закончился день бесплатного и юридического консультирования граждан Республики Беларусь. Принять участие мог абсолютно любой желающий, просто зарегистрироваться на прием и прийти. У нас в девяти районах города Минска проходили консультации, работало очень много юристов. Мы приняли более ста человек за этот единый день бесплатного информирования. Задать можно было абсолютно любой вопрос. Людей мы не ограничивали, поэтому они получили полноценную, профессиональную помощь от юристов. Это прекрасная и очень полезная инициатива. Планируете и дальше на постоянной основе такие встречи проводить? Да, конечно. Анализируя уже, эта акция проходит не первый раз, анализируя, что спрос есть у граждан, мы хотим, чтобы эта акция масштабировалась до республиканской. И проводить ее не только в городе Минске, но и по областям нашей прекрасной страны, чтобы любой желающий смог получить грамотную юридическую помощь. Хорошо. Очень важный момент. Это вот второй проект, который недавно тоже завершился, 22 января. Это военно-патриотический турнир «Вызов». Это, в общем-то, проходит уже в пятый раз и в рамках соревнований, да, я так понимаю? Да, это большой турнир. Он завершился. Вот этот отборочный тур. В этот раз приезжала Гомельская область, участвовало две команды из города Речицы и города Чечерска. Они боролись за право представлять свою область в полуфинале проекта. Это очень интересные, насыщенные три дня для ребят, школьников от 14 до 17 лет. Очень интересные, захватывающие испытания их ждали. Это и обкатка танком, и полоса препятствий, и исторические различные викторины, и звездные гости нашего проекта. И даже им удалось полетать на беспилотных летательных аппаратах, которые были собраны нашими волонтерами в рамках проекта «Крылья». Здорово. Здорово. Но поговорим еще и о том, что в Беларуси у нас уже фактически запрещена эксплуатация дронов, а вот после 25 марта текущего года нельзя будет иметь и в собственности, так? То есть даже хранение запрещено будет, да? Да, запрещено. Расскажите о волонтерской инициативе «Крылья». Что это? Да, волонтерская инициатива «Крылья» стартовала в ноябре 2023 года, как раз спустя некоторое время после выхода указа о хранении и использовании беспилотных летательных аппаратов. Главная наша цель – это помочь юридическим и физическим лицам передать их беспилотные летательные аппараты на нужды Вооруженных сил Республики Беларусь. Передать можно абсолютно любой аппарат, то есть от самых простых до каких-то уже таких более масштабных. Все они будут расформированы по своим техническим характеристикам и поступят на Вооруженные силы и будут использоваться на защиту нашей Родины. Ну, на этом турнире «Вызов» вы же показывали, как пользоваться дронами, вот только что озвучили это. Я смотрю, у вас пульт тоже в руках, я не могу понять, для чего. Да, это заветный пульт. Это вы тоже тренировались там вместе с ними? Да, это был мой первый раз, полет на дроны. Да, детки тоже очень с удовольствием полетали. И это, ну, интересный такой опыт, тем более на полигоне. Это дрон конкретный, который сейчас присутствует с нами, его тоже передали наши граждане добровольно. Они передали, и мы передаем его нашей Академии Вооруженных сил Республики Беларусь. То есть так легко пользоваться им? Давайте попробуем. Давайте попробуем у нас прямо в студии сейчас. Кстати, я помню, что мы про эту инициативу «Крылья» уже рассказывали даже в нашей студии. Вот с ноября месяца. Ух ты! Там даже нас, по-моему, снимают. Да, там еще и точно камера есть. О, это будет у нас на память тоже такое необычное фото, неожиданное. Ирина, насколько активно белорусы сдают дроны? Сейчас я его приземлю. Да, все. Какую-то статистику уже подвести. Да, наша инициатива уже собрала более ста беспилотных летательных аппаратов, и мы хотим отблагодарить каждого небезразличного гражданина Республики Беларусь, кто уже поучаствовал в этой акции. А также приглашаем тех, кто еще не решился, потому что все равно использовать свои дроны вы уже не сможете, и хранить тоже, поэтому ваш дрон сможет служить на благо Родины. Все очень просто. Вы можете в Телеграм-канале найти наш канал «Дрон Бел», обратиться к волонтерам. Они ответят на все вопросы, которые вас волнуют, как будет проходить передача, либо по номеру телефона плюс 375 44 771 0101, поэтому набирайтесь, не бойтесь, и мы вместе сделаем нашу прекрасную страну сильной, независимой и безопасной. Хорошо. В продолжение разговора на турнир «Вызов» вот все-таки какое самое зрелищное было испытание, на ваш взгляд? Вообще для меня турнир «Вызов» – это очень зрелищный турнир в целом. Все три дня они очень насыщенные, интересные. А вот впечатляющим для молодежи всегда, конечно, этапы катки танком, когда ты один на один с многотонной бронированной техникой, должен выполнять определенные задачи, которые тебе поставил инструктор. И молодежи эмоции – это просто непередаваемо, это надо видеть, это надо пройти. Мы, как говорим, вызов остается в сердце навсегда, поэтому присоединяйтесь тоже к нашему турниру. И к новому проекту, который вы вот-вот запускаете, интернет-проект изробленного Беларуси. Какая идея? Там будут и призы какие-то. Да, это интернет-проект, это глобальный такой розыгрыш большой, который мы проводим совместно с производителями, белорусскими брендами именитыми. И главным призом станет один большой такой подарочный набор, в который будет входить фирменная продукция от нашего объединения и от производителя, с которым мы взаимодействуем. Надо отметить, что действительно подарки будут уникальны, потому что они разрабатывались специально для этого конкурса. Вам просто надо подписаться на наши информационные каналы, и вот буквально в ближайшее время мы уже анонсируем первый розыгрыш, выполнить необходимые условия, и вы сможете стать обладателем этих чудесных подарков. Будет очень интересно, поэтому следите за нами вешенными новостями. Много интересных, важных и нужных проектов для страны. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Но я напомню, что у нас в гостях был официальный представитель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 3 февраля программе «Наше утро» уже целых 20 лет. Вот такой вот юбилей. Ну а завтра спецпрограмма по этому случаю, которую мы собрали с самых интересных моментов. Первые ведущие, лучшие из архивов и очень много сюрпризов. И по случаю праздника мы проводим конкурс «Утро лучшего дня». Многие уже отличились и удивили креативом, а мы обещаем удивить призами. Кстати, еще можно присоединиться. Да, присылайте свои фото и видео на нашу почту «Утро собака.ОНТ.Бай», в Инстаграм «Наше утро», нижнее подчеркивание «ОНТ» и в социальные сети «Одноклассники» и QR-код в левом нижнем углу. Прямо сейчас у вас на экране. Так что всем удачи. Всем удачи, да. Ждем, ждем, ждем. Но сейчас, наверное, что-нибудь о том, каким будет сегодняшний день, да? Пора. Пора. Посмотреть. 1 февраля. 21-е лунные сутки. 21-й день лунного месяца – время общения, единства, проявления дружественных отношений. Сегодня желательно избегать одиночества и уединения. У 21-го лунного дня есть примета. Если вас обманули или что-то у вас украли, то правда в ближайшее время откроется. Также считается, что клятвы, данные в этот день, обладают особой силой. Хорошо проводить различные очистительные процедуры, в том числе и крови. Можно сходить в баню или сауну, принять контрастный душ. Геомагнитная обстановка относительно спокойная. Сила ударов – 2 балла. Важное напоминание. Не ждите. Время никогда не будет подходящим. Это наше утро. Мы знакомим со стильными решениями, которые помогут создать впечатление у окружающих. И сегодня рассказ пойдет про чокер. Про чокер. Про чокер. Да, чокер. Это то самое колье на шею, которое очень плотно прилегает к ней. Первое упоминание о нем относится еще к эпохе до нашей эры, когда их изготавливали в основном из кожи животных, украшая камнями, деревянными подвесками, металлическими деталями. Ну, что тут сказать. Эффектно. Эффектно. Но я думаю, что с чокерами уже знакомы очень многие. Потому что сегодня шейные аксессуары делают из бисера, из жемчуга, кружева, атласа, бархата и не только. Многообразие материалов и видов и исполнения чокеров дает возможность сочетания почти со всеми стилями одежды. Ну, я так понимаю, самый важный элемент в этом чокере – это вот тот камушек, который на самом переднем плане находится, да? Не обязательно, может быть, и без камушков, кстати. А вот вариантик, да, неплохой. Маленькие камушки, но очень дорогие. Главное условие – это открытая шея. Никогда не надевайте короткое ожерелье поверх одежды. Главная задача чокера – подчеркнуть красоту, изящество шеи и зоны декольте. Вы слышали, друзья, что самое важное – это открытая шея. То есть для зимы эти наряды не подходят. На улицу их не надеваем. Ладно, на улице действительно не вариант, согласна. Но в театр можно. Продолжаем программу. «Наше утро» – это программа, в которой я в одной из первых принимал участие. Это уже 20 лет прошло. Да, я тогда был молодой, красивый, сейчас я просто красивый или молодой. Но дело не в этом. Мы ведущие этой программы всегда молодые, красивые, замечательные, оптимистичные. И хочу пожелать этой программе и всем, кто руководит ее, и вообще каналу, чтобы вот кто включит утром телевизор и будет смотреть «Наше утро», пусть у всех будет отличное настроение на целый день. И пусть удача сопутствует всем, кто смотрит «Наше утро». Поздравляю вас. «Наше утро» – 1 февраля, и мы продолжим говорить о важном. Дипломатический работник. Непростая, но очень нужная профессия, значение которой в современном мире постоянно возрастает. И вот где нужно учиться, чтобы в будущем реализовать себя в дипломатической сфере, расскажет героиня нашего следующего материала. Карина Ткачук – будущий дипломат. Учится на факультете международных отношений в БГУ. История белорусской государственности, дипломатический протокол и этикет. История ближней политики Республики Беларусь. Консульская служба. История международных отношений. Дисциплины, которые изучают студенты. Кроме того, на факультете преподают 17 иностранных языков. Из них около 10 восточных. Занятия по истории дают нам понять прошлое, чтобы мы лучше понимали настоящее и будущее. Мы изучаем внешнюю политику отдельных государств, в частности Республики Беларусь, Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Чтобы мы понимали, как государства взаимодействуют друг с другом на международной арене. Также здесь я бы хотела отметить изучение региональных подсистем международных отношений, где мы изучаем отдельные регионы. То есть Ближний и Средний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Африку, Европу, Северную Америку. Международные отношения, менеджмент, международное право, таможенное дело, мировая экономика. Специальности, которые предлагает абитуриентам факультет международных отношений БГУ. Но уже с сентября этого года список пополнится. Откроются две новые специальности – международная конфликтология и международная логистика. Если говорить о первой специальности – международная конфликтология, то тут будет речь идти о специалистах, которые будут заниматься анализом, экспертизой международных конфликтов. Они будут специалистами в области переговорного процесса, миротворческих операций, поддержания мира. Такие специалисты, конечно же, будут востребованы в самых различных ведомствах. Ну, в первую очередь, естественно, в ведомствах, которые обеспечивают разные сферы национальной безопасности. Например, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, спецслужбы Республики Беларусь. Беларусь активно заходит на восточный рынок, и специалисты по международной логистике будут востребованы. Помимо европейских языков студенты будут изучать китайский, турецкий, арабский и фарси. Студенты, которые поступят на эту специальность, они будут изучать массу различных дисциплин. Могу вам сказать даже просто цифру. 57 учебных курсов. Среди них, конечно, и классические курсы, которые касаются логистики. Например, управление цепями поставок, там сладская логистика, логистика запасов. Конечно, большое внимание будет деляться различным видам транспорта. Автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного. Само собой, не останется без внимания и обеспечения безопасности логистических путей, преодоления возможных рисков. В частности, интересная будет дисциплина «Кризисная логистика». Две новые специальности не имеют аналогов в других вузах Беларуси. В будущих выпускниках уже сейчас заинтересовано большое количество структур. Сергей Вяль, Карина Ембулаева, Марк Кузей. Наше утро. В прошлом году был дан старт строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Участие в строительстве принимают студенческие отряды. О том, какие работы выполняют ребята и сколько отрядов уже отработали в знаковом месте, узнаем у гостя программы. В студии второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров. Александр, доброе утро. Доброе утро. Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Брестской крепости уже имеет статус и белорусской молодежной стройки. Расскажите, как формируются студенческие отряды? В первую очередь нам очень приятно, что глава государства в очередной раз поддержал инициативу молодежи. И данному объекту был предан статус и белорусской молодежной стройки. Конечно, это и высокая степень ответственности для нас. В настоящий момент у нас на конкурсной основе проходит отбор бойцов студенческих отрядов. И у нас в хорошем смысле слова такой серьезный ажиотаж среди молодежи, которые готовы целыми отрядами выезжать и работать в Бресте непосредственно. И, конечно, у нас уже в настоящий момент отработало 60 человек в составе студенческих отрядов. Это студенты высших учебных заведений города Бреста, а также Белорусское государственное университет и наша Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Мы эту работу продолжаем. Хорошо, но какие виды работ выполняют ребята? И, наверное, самый важный вопрос, как устроенных быт, проживание, и, может, есть какая-то дополнительная развлекательная программа? Ну, в первую очередь, все наши работы идут строго в соответствии с графиком и в контексте с принимающей организацией Брестским УКСом. Конечно, работы – это работа на чердачных помещениях, отбивка штукатурки, вынос песка из подвальных помещений. Это достаточно сложные физически в плане такие трудные работы, но ребята очень хорошо справляются, и мы получаем и в Центральном комитете положительные отзывы о работе бойцов студенческих отрядов. Это дорогого стоит, конечно. Ребята живут в самом Бресте, обеспечены трехразовым питанием. Помимо своих мероприятий внутриотрядных по гражданско-патриотическому, культурному, спортивному, досуговой деятельности, они также и включены в мероприятия, которые проходят непосредственно в Брестском регионе. А на ваш взгляд, что дает ребятам вот эта вот такая сплоченная работа в команде? Ну, вы знаете, если в целом мы говорим про студенческий отряд, то, конечно, это в первую очередь работа в команде. Это чувство локтя товарища, когда ты знаешь, что с тобой твой отряд, что ты не один, никто тебя не предаст и не бросит в сложной, трудной жизненной ситуации. А если мы говорим в контексте чуть шире именно Брестской нашей стройки, в Брестской крепости на базе Кобринского укрепрайона, то, конечно, ребята понимают важность и значимость дух времени, вот этот исключительный период времени, что они могут своими руками прикоснуться к живой истории и внести свой личный вклад в сохранение исторической памяти и правды о тех страшных событиях и о том героическом подвиге, который совершил белорусский народ. Поучаствовать в акции может каждый желающий? Вот я знаю, что открыта горячая линия, где можно напроситься или попросить о своем участии. Также я знаю, что продолжается сбор средств. Да, действительно открыт благотворительный счет, где любой желающий может перевести добровольно денежные средства. Но и также, конечно, к нам поступало очень много звонков, сообщений в Центральный комитет, что не только материально помочь, но и хотим сами поехать поработать в волонтерских, добровольческих отрядах. Поэтому мы открыли горячую линию. Были звонки из разных уголков нашей республики. Это и молодежь, и старшее поколение. И поэтому сегодня уже, могу сказать, такая работа организована, продолжается она. Свыше семи сотен человек уже отработало в таких добровольческих волонтерских отрядах. Конечно, мы приглашаем и вас, и всех наших телезрителей принять участие в этой акции. Звоните, есть номер городской, мобильный, вы видите его сейчас на экранах. А это какой-то вахтовый метод? То есть на какое-то определенное количество дней можно поехать и поучаствовать в этой стройке? Мы решаем все достаточно индивидуально, насколько готовы люди приехать. В целом, это как практика, один день добровольно есть, кто и больше у нас работал. Здорово. А если больше обеспечивается как-то проживание, какие-то такие моменты? Ну, мы все решаем. Нет никаких проблем, когда шикарно, большое, доброе дело делаем. Ну что ж, этот год у нас отмечены еще и знаковые даты, 80-летние годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И вот, насколько нам известно, на прошлой неделе, посвященной как раз-таки этой дате, стартовал республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут». Вот расскажите, пожалуйста, о его программе, какая запланированная. Ну, в целом уже стала доброй традицией в конце января у нас стартует «Зимний маршрут». И мне очень приятно отметить, что растет и количество отрядов, участников непосредственно самих. Буквально пару лет назад мы начинали с трех отрядов, а сегодня это восемь отрядов в каждом регионе нашей республики. И ребята, такая насыщенная программа, это и посещение воинских мест захоронений, братских могил, мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, с пожилыми людьми. Конечно, ребята очень сильно готовятся, у них большая профориентационная работа, в том числе и о молодежной политике, о студенческих отрядах, о союзе молодежи, рассказать своим сверстникам. Ну и что очень важно в контексте вот этой даты, которую вся страна будет отмечать, 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Ребята на своем уровне равные, обучают равные, рассказывают свои истории, истории родных и близких, которые принимали участие в освобождении, в отстаивании суверенитета и независимости нашей республики. И ребята очень ждут, как ребята готовятся непосредственно к зимнему маршруту, так и те, кто принимает ребят, готовятся и старшее поколение, потому что большая творческая программа, они дают в сельских домах культуры свои концерты. И это дорогого стоит. Ну и, конечно, в этот год мы отмечали, вот, ребята, зная, что я буду у вас этим утром на передач, мы подготовили такой хронограф исторической памяти освобождения Беларуси, где вот в интерактивной форме можно поиграть, и мы вот вам хотели в вашей коллективу передать вместе. Очень интересно. Посмотреть здесь основные даты, как раз непосредственно связанные с Великой Отечественной войной, с операцией Багартион, то, что сегодня очень важно и знаково. Угу. Ой, как интересно. Это можно использовать как игра какая-то, да? Да, 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 конечно, мы можем и сейчас поиграть, но можем после передать в рекламную паузу. В рекламной паузе, да, как раз займемся этим. Одна из форм, как в интерактивной форме подать знания о Великой Отечественной войне. Это очень здорово. Это такое новое, неожиданное решение, да? Ну, это сами ребята предложили, конечно, мы поддержали, и вот такие в настоящее время. Где-нибудь реализуются, их можно найти? Реализуются вот как раз и в зимнем маршруте, во всех регионах, поэтому... Ой, прекрасно. И вот одна из первых у нас. Конечно. Кстати, нам как раз 20 лет, буквально через два дня исполняется, и вот это пойдет в наш музей. Мы знали. С наступающим юбилеем. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр, огромное. Но я напомню, что у нас в гостях был второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров. Вот хороший месяц в феврале, он всегда запускает обратный отсчет до весны, потому что теперь мы уже считаем не месяц, а всего лишь недели или дни даже. Там еще мужской праздник есть, между прочим. Самое время готовиться к новому удачному сезону. Лучше заранее, если речь идет о семенах. Мы продолжим тему в нашем постоянном проекте. Доброе утро. Зима в самом разгаре, а душа требует весны, поэтому самое время отправляться за семенами. Но перед тем, как отправиться в поход в посевной магазин, я рекомендую сначала провести точную последовательную ревизию тех семян, которые у вас есть дома. Необходимо проанализировать, какие культуры у нас остались с прошлых лет, какие сроки годности стоят на пакетах. Если мы заметили, что срок годности недавно закончился или вот-вот закончится, то необходимо проверить семена на всхожесть для того, чтобы понять, стоит на эти семена делать ставку или все-таки необходимо их докупить. Например, я нашла у себя семена 2018 года. Попрощаемся с ними. Ну а семена, у которых срок годности сошел в 2022 году, я отправлю на проращивание. Перед покупкой семян необходимо четко понимать, какая посевная площадь у вас имеется, какие культуры и, главное, в каком количестве вы готовы выращивать в 2024 году. Также необходимо понимать, сколько рассады вмещает ваша теплица. Ну а чтобы получить от выбора семян не только удовольствие, но и иметь хороший урожай, я рекомендую собирать в коллекции семян. Например, можно использовать обычный фотоальбом, в который мы помещаем семена томатов. Таким образом мы видим, какие сорта и гибриды мы выращивали. Можем оставлять информацию для того, чтобы понимать, что было хорошо, а что было не очень. Обращаем внимание на место, где мы покупаем семена. Если торговая точка промерзает, условия в ней непостоянные, конденсат, а затем заморозки, то семенам достаточно один раз увлажниться, замерзнуть, и они могут потерять всхожесть. Поэтому рекомендую покупать семена в специализированных магазинах. Перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного сорта или гибрида, обращаем внимание на информацию, которая находится сзади на пакете. Нас интересует срок изготовления семян, конечно же, срок годности. Также необходимо понимать, кто производитель семян, потому что есть семена проверенные, а есть семена новинки, которым необходимо давать шанс. Если мы видим на пакете такую информацию, как партия семян, а также репродукция, это все будет говорить о том, что семена выполнены в соответствующих условиях и прошли не единожды хороший лабораторный контроль. Поэтому этим семенам необходимо доверять. Также очень много вопросов выбирать сорт или гибрид. И то, и второй имеет место быть на нашем огороде. Но имейте в виду, что сорта – это более традиционная форма выращивания овощных культур, это более насыщенные вкусы, ароматы, текстуры, а гибриды – они будут более устойчивы к различным климатическим условиям, к засухе, к перепаду температур и также к повышенной влажности. Поэтому выбираем и сорта, и гибриды и определяем для себя самое лучшее. Если мы хотим получать непрерывный урожай, то необходимо выбирать семена с разными сроками созревания – от ранних до среднеспелых, средних, среднепоздних. Таким образом у нас будет растянуто время поступления овощной продукции на кухонный стол. И помните, какие семена вы для себя не определили, все, что мы выращиваем с любовью, определенно дает прибавку к урожаю. До новых встреч! Ничего более милого вы сегодня, скорее всего, уже не увидите. Нам присылают видео с поздравлениями на конкурс в честь юбилея программы. Присоединяйтесь, адрес на экране. Мы принимаем работы на нашу почту утрособаконт.бюай. В инстаграм наше утро, нижнее подчеркивание, ОНТ. И еще в нашей группе в социальной сети «Одноклассники». QR-код как раз сейчас на вашем экране. Ждем ваше видео о том, как вместе с ОНТ у вас проходит утро лучшего дня. Призы вас не разочаруют, но времени осталось немного. До субботы включительно. Так что всем удачи. Ну а сейчас мы посмотрим работу, которая нас действительно очень впечатлила. Спасибо вам. Наше утро Беларусь 20 лет встречает. Каждый зритель с позитивом день свой начинает. Мне 11 почти, школу посещаю. Без любимой передачи день не представляю. Доброе утро. Добро пожаловать в этот вторник. Мы, Любовь Черкашина Александра Серебренникова, встречаем его вместе с вами. Здравствуйте. Что написано «Перо мне вырубишь топором»? Эту поговорку мы знаем с детства. И привыкли, что это относится к бумаге. Сборы в школу, каша, чай. С Любой, Таней, Димою. Информацию изложим. Всю необходимую. Максимальный верх. При этом поднимаю с лопаткой. Затем снова вбиваю руки и оборачиваю голову. Спорт, погода, медицина, преступность, экономика. Обо всем я узнаю. С надежного источника. И еще раз вверх. Я давно определилась. И с профессией уже журналистом быть мечтаю, чтобы пойти на ОНТ. Будь ведущей. Наше утро. Я давно мечтаю. Вы немножко подождите. Я не подкачаю. С днем рождения, наше утро. Хочу поздравить программу «Наше утро» с 20-летием. Ну и, в принципе, любимый телеканал. Меня с этим телеканалом связывает уже не один проект и не один десяток лет. Это и две звезды, где произошло мое знакомство с телеканалом ОНТ. Это и программа «Наше утро», гостем, в которой я неоднократно бывал. Это и проект «Талент Караины». И что мне всегда подкупало и нравилось, то, что на этом телеканале все время заинтересованы люди с хорошей атмосферой. С хорошей, доброй атмосферой. И то, что наше утро начинает утро у всех телезрителей с хорошего, положительного и каких-то добрых моментов, интересных историй и красивой музыки. Я желаю, чтобы так и продолжалось. Желаю вам оставаться на острие новостей, всегда быть в хорошем настроении и нашим зрителям всегда хорошего настроения. И доброго утра нашего. Это наше утро, 1 февраля. И тот момент, когда понимаешь, что весна уже ближе, чем осень. Зимы остался всего лишь месяц. И он, похоже, будет оживленным. 25-го голосуем за народных избранников. С их программами, кстати, уже можно знакомиться. Но еще раньше важный день для нашего проекта. В субботу отмечаем 20-летие. И уже завтра мы приглашаем на особенный эфир. Секреты, конечно, выдавать не будем. Но мы обещаем, что это будет 4 часа очень яркой и запоминающейся программы. Однозначно. Ну, а на сегодня все, Александр. Катерина Алисеевич, Олега Серебренников. Удачного всем дня. Пока-пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова